Почему нужен хороший кровоток? Что стимулирует кровообращение? Какое простое упражнение повысит скорость передвижения крови? Обязательно досмотрите видео до конца, удивитесь, как это просто! Все тело человека пронизано сосудами, по которым происходит передвижение крови. Для осуществления работы каждая клетка должна получать питательные вещества, энергию и кислород. Это все доставляется стоком крови. Что происходит при уменьшении интенсивности кровотока? Если кровоток замедляется, то снижается интенсивность метаболизма, возникает нарушение биохимических процессов, уменьшается интенсивность восстановительных процессов, изменяется цвет и влажность кожи, становятся хрупкими ногти и тонкими волосы, повышается артериальное давление. Из-за замедления тока крови образуются фибриновые сгустки и тромбы. Возможно развитие ишемии тканей, полного отсутствия кровотока на отдельном участке. Как можно стимулировать кровообращение? Чтобы повысить скорость движения крови, необходимо отказаться от табакокурения, пить больше жидкости, правильно питаться, исключить продукты, содержащие трансжиры, готовые полуфабрикаты, фастфуд и легко усваиваемые углеводы, сладости, выпечка. Больше двигаться, не ложиться сразу после приема пищи, а обязательно походить. Делайте массаж кожи тела сухой щеткой, чаще выходите на улицу. Выполняйте упражнения, стимулирующие кровоток. Какое простое упражнение поможет? Для того, чтобы повысить скорость движения крови, разогнать кровь по капиллярам и стимулировать ее продвижение по венам, возможно использовать следующее упражнение. Надо делать его желательно на улице, либо откройте широко окно для доступа воздуха. Выполняется стоя, ноги немного расставлены, но не сильно. Стопы прижаты к земле. Теперь поднимаемся на пальцы, отрывая пятки. Во время подъема на пальцы руки надо поднимать вверх и вытягиваться. Следующее движение – надо медленно опуститься на пятки, при этом руки идут вниз. Подъем на пальцы – вдох, следующее движение – выдох. Повторять несколько раз. Во время вытягивания тела происходит расширение сосудов и повышение активности кровотока. Затем, при опоре на пятки сотрясается все тело и улучшается движение крови в капиллярах. Вот такое простое упражнение помогает улучшить кровоток во всем организме. При регулярном выполнении настанет просветление в голове, нормализуется кровяное давление, пройдут отеки конечностей. Надо попробовать! Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!